Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 декабря. Житие преподобного Афанасия Печерского. Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. Исполнил Спаситель это слово, сказанное о Лазаре четверодневном, и на преподобном отце нашем Афанасии Затворнике Печерском. Желаю, чтобы и мы исполнили слово богатого, сказанное о нищем Лазаре. Если кто и из мертвых придет к ним, не покаются. Сей преподобный Афанасий был иноком в Святом Монастыре Печерском, проводя святую и богоугодную жизнь. После долгой болезни он умер. Братья отерли тело его и положили в пелены, как подобает умершему иноку. Усопший лежал непогребенным два дня по причине некоторого замедления. Ночью игумену было явление, и он слышал голос. «Человек Божий Афанасий два дня лежит непогребенным, а ты об этом не заботишься». Как только наступило утро, игумен пришел с братья ее к умершему, чтобы совершить его погребение. И вдруг они увидели, что он сидит и плачет. Все пришли в ужас, видя, что он жив, и стали его спрашивать, как он ожил, и что видел или слышал. Он же в ответ говорил только одно – «Спасайтесь». Но они стали еще больше упрашивать его, желая услыхать от него что-нибудь для них полезное. Тогда он сказал им, «Если вам я скажу, то вы не поверите и не послушайте меня». Братья же поклялись ему, что они соблюдут все, что он скажет им. Тогда воскресший сказал им, «Имейте послушание во всем к игумену, кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонио и Феодосию, дабы здесь, в этой обители, кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со святыми отцами в пещере, ибо эти три добродетели выше всех других. Если кто исполнит все сие, как подобает по чину, блажен будет, только бы не возгордился. Опрочем, не спрашивайте меня, но умоляю, простите меня». Сказав это, он пошел в пещеру и, затворив за собой двери, пробыл там безвыходно двенадцать лет. Никогда после того он уже не видал солнца, беспрестанно день и ночь плакал, вкушал лишь немного хлеба и воды, и то только через день, и во все это время не сказал никому ни одного слова. Когда же приблизилось время кончины Афанасия, он призвал братья и сказал им все то, что говорил прежде о послушании и покаянии. «И почил с миром о Господе, и положен был с честью в той пещере, где подвязался». Блаженный Афанасий почил о Господе около 1176 года. По своем представлении, преподобный Афанасий посредством чудотворения известил братья о своем блаженном состоянии. Один из иноков по имени Вавила, страдавший много лет болезнью ног, принесен был к мощам блаженного сего Афанасия, и, прикоснувшись к телу его, тотчас же исцелел. И с того времени, до самой своей смерти, никогда не страдал никакою болезнью. Об этом явлении своего преподобного исцелителя Вавила так поведал братья, среди которых был и Симеон святый, списатель жития сего. Когда я лежал и кричал от боли, внезапно вошел блаженный этот Афанасий и сказал мне, приди ко мне, и я исцелю тебя. Я хотел было его спросить, каким образом и когда пришел он сюда, но он вдруг стал невидим. Поверив явившемуся мне, я попросил, чтобы меня принесли к нему, и вот ныне получилось исцеление. С этого времени уразумели все, что преподобный затворник Афанасий угодил Господу и удостоился блаженства. По его святым молитвам достоподобимся и мы, воскреснув от смерти греховной, пожить Богу угодно и в покаянии, и потом получить жизнь вечную о Христе Иисусе Жизнодавце нашим. Ему же слава с Богом Отцом и Животворящим Духом. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.